всем большой привет рада приветствовать вас в четвертой части видео про мою коллекцию теней и посмотрим сегодня с вами еще 10 палеточек в этом видео и давайте не будем затягивать палеточка от фарес вот в таких вот оттеночках это у нас были недавние новинки 08 оттенок у этих теней вот такая здесь такие оттенки цветов вот этот вот оттенок уходящий вообще в сиреневый он как бы сам по себе сиреневый когда снимает что-то вот напыление в нем такое больше как бы сирень такая проглядывается красивые оттеночки давайте посвочим рефилы простите рефилы мягкие рефилы приятные хорошо продукты набираются мне нравятся такие три красивые оттенки конечно я не смогла пройти мимо и в таких оттенках не приобрести себе полетку теней сейчас девочки секунду я как всегда забываю достать салфетку палеточка как вы понимаете не самостоятельная здесь нету ничего ли растушевки так что эту палеточку лучше брать с какой-то либо еще палеткой чтобы сделать полноценный макияж такая пигментация вот говоря про зене фарос я видела у лана светлана светочка большой тебе привет увидела у нее во влоге что появилась палетка теней в виде такого кристаллика там по-моему две она покупала палеточки и обалденный хайлайтер я не знаю есть ли у нас в магазинах такие продукты но я бы себе прикупила с удовольствием палетка от maria k в номере 04 здесь я тоже купилась в основном из-за оттеночков зеленые и сиреневые это мои любимые оттенки и конечно но мимо я пройти просто не смогла чтобы не отказать себе в удовольствии купить эти палетки и что-то наш голос садится начинает давайте с рядышком нанесу их про можно все вместе сочетать и последняя четверочка в этой палетке рефилы мягкие приятно набирать хорошо отдают пигмент на глазах пока вот не пробовала не знаю но на свотч вот ну чем не красота а казалось бы вроде такие палетки как бы ну достаточно дешевая да и как ну такая пигментация такое перенесение но это шикарно марка mild look в номере двенадцатом вот такие здесь оттеночки я вам показывала одну такую палеточку она у меня по-моему падала и сломалась крышечка у меня пострадала вот тут оттенки в этой палетке замыливаются давайте вот здесь нанесу давайте вот здесь нанесу то есть вот здесь палетка может замыливаться и еще три оттеночка и еще три оттеночка я хочу немножко покомпактнее про свотчи сделать чтобы они уместились палеточка рубероуз в номере 01 вернее просто в номере 01 вот такая вот палетка я ей по-моему уже пыталась краситься или только свотчи делала нет наверное не красилась все таки я ей только делала свотчи палетка по оттенкам практически идентична только оттенки с каждым рядом все более темнее а так по сути это палетка одноцветная однотонная вот такая если здесь более яркая гамма оттенков то здесь уже такая более нежная более как это правильно сказать и фельдчики тоже мягкие хорошо набирается оттенок переносится вот в принципе если палеткой например если пользоваться то закончить эту палетку вполне реально например если прям брать вот в использовании пользоваться пользоваться ей то да вот видите с каждым рядом оттенки все то я же тебе нравится и последний ряд вот много набралось вот рядышком вот такая палетка давайте давайте сейчас отрусовать и посмотрим с вами еще палеточки которые у меня остались так девочки секунду простите давайте палеточка от ну я так понимаю тоже под марека это вила арт коллекшн ай шайдоу палетка в номере 0 1 8 грамм в этой палетке открывается она вот таким вот образом а вот неправильно открыла палетку и я ее в итоге сломала девочки ну вот как так можно ну вот значит палетка вот в таких оттенках да благополучно я ее по итогу сломала эту палетку вы знаете для таких рукопоп как я например буду делать другие крышки такие оттеночки потому что когда я приобрела эту палетку в первый раз я долго думала как же она открывается пока честно случайно просто не нажала на нее так бы я и сидела бы и думала да как же она открывается ну ну я уже даже была мысль взять просто я не знаю как какой-нибудь молоток и просто эту крышку раздолбать честно говоря ну правда ну я уже просто уже сидела я уже начала слить я думаю как же это все открывается то господи да что же это такое то а оказывается все не так сложно как мы видим на самом деле да вот теперь это если чудо о 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 в номере 22 вот такая палетка зеленоватая коричневатая серая какая-то палетка тоже мне понравились понравилась палетка по отдаче пигмента, то есть я уже говорила что палетки мне нравятся эти с ними на глазах работать очень удобно шикарные палеточки с учетом того, что первую палетку я купила себе достаточно давно я вам показывала ее еще в первой части вот хорошая палетка у меня она устраивает почему бы нет вот и на смену ей получается будут у меня работать вот эти вот палеточки палеточки несмотря на то, что палетка достаточно дешевого такого сегмента я бы сказала, что она достаточно они или продукция этой марки они они достаточно удобные удобные мини-формат конечно, да то, что палетки не самостоятельны это правда можно с собой маленькую, например палеточку взять с матовыми оттенками какую-нибудь маленькую палеточку вот эту и все и как бы очень удобно мне нравится то, что они легкие в работе с ними сидеть особо там заморачиваться не надо ну нравится мне вот это вот и помады, и блески от Морека нравится кто девочки пробовал вот эту вот марку напишите, пожалуйста палеточка от фарес у нас это была новиночка классик 5 в оттенке 0.1 у меня есть похожие оттенки в других палетках но вот все равно у меня эти цвета они манят они мне нравятся я достаточно часто использую в своих макияжах ну вот куда бы вам еще нанести бы хочется и побольше чтобы теней вам нанести а, я третью не взяла четвертую точнее сказать такие три оттенка немножко потушу три цветлингих оттеночков практически не видно и два темных оттенка таких вот такая палетка то есть чем-то палетки вообще пересекаются так дальше опять Мария К вот в таких оттенках наподобие которых я показала сейчас это палеточка номер 6 такие вот оттенки оттенки так что так что в общем-то не бойтесь не бойтесь брать за небольшую стоимость палетки они достаточно хорошие потому что вот я говорила неоднократно что иногда люкс не бывает таким пигментированным пигментированным не бывает таким хорошо переносящимся на века как например вот такие вот пускай дешевые но они красивые палетки так следующая палеточка от лавель у меня в тоне 0.4 это зеленая палетка ну как она не совсем зеленая но я когда вижу зеленые цвета вы знаете я вот как бык на красную тряпку реагирую серьезно сиеневую вижу зеленые вижу и все и меня просто понесло я вижу мне сразу надо будет зеленая помада я зеленую помаду девочки куплю сиреневая тоже есть поэтому да я как тот бык видите как пигмент остается на пальцах зеленый зеленый то есть еще пока зеленой помады не дошли но думаю хотя у меня не зеленая помада ну как она не совсем зеленая так так рефильчики быстро крошатся мягкие и поэтому надо набрать аккуратно аккуратно такая вот палетка и давайте с вами посмотрим последнюю палеточку я уже не буду стирать эти свой чист руки и закончим четвертую часть на этом палетка фарас вот этой же серии только в оттенке 0 4 тоже возможно оттенки будут похожими с какими-то палетками другими которые я показывала ранее но я уже говорила что мимо таких оттенков я пройти не могу это мои любимые оттенки давайте буду вот здесь наносить тогда продолжать да палеточка хлебенькая да палеточка дешевенькая зато какая отдача цвета пигментация вот такой вот была моя четвертая часть пишите какие палетки из тех палеток которые я показала какими порядками пользовались вы к чему больше рука тянется к люксу или к бюджетной марке обязательно рада буду почитать ваше мнение всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока